Как по мне, так свобода слова, это когда называешь вещи своими именами. Хватит мямлить, пора говорить как есть. Вот я, Дмитрий Киселёв, здесь сижу, ножками под столом болтаю, а где-то в Москве проходит съезд-парад. Конкурс мастеров разговорного жанра, или, как говорят на Западе, стенд-апёров, состоялся под знаком Ху. Ху съезд, название которого сейчас за моей спиной, а теперь сбоку моей спины. Вы спрашиваете, что это? Я вам отвечу. Ху из Ху покажет съезд. Ху из Ху у Ху не съезд. Ху же этот Ху из Ху, Ху ан Хэ и Хэ ун Ху. Вижу, пока ещё не всем понятно, тогда басня. Мартышка и офшор. В Вороне где-то Бог послал кусочек сыра, но санкции лиса его бульдозером чвяк-чвяк. Покупайте сырки «Единая Россия». Партийный список другого съезда возглавил Бенни Хилл. Полюбуйтесь, английский юмор уже без европейского влияния. Заходит как-то лошадь в лондонский паб и говорит Эй бармен, накапай мне никотин Я уже устал жить в этой жуткой отсталой стране Элдэше Лидер именно этой комик труп И оказался самым ржачным Я комик труп А вы никто Вот, у меня удочка в левой руке Чтобы вас отвлекать от того Что у меня под трибуной Проститутка Проститутка, подонок Я вас буду ловить на эту удочку Как рыбу ясь Потому что и вы, и ясь, мразь Сейчас страна ненавидит вас Я, конечно, прошу прощения, у вас здесь все весело и интересно Но я приехала из Таврополя И где этот ваш гум Или цум Или ракатакатум Девочка моя С этой работой о ракатакатуме Ты можешь даже не мечтать Брэкзит, экзит, шмэкзит Заклинание этой недели для старушки Европы Великобритания тю-тю Ну что, ЕС отца... Стоп! Мы приносим извинения телезрителям Дело в том, что редактор программы Киселикс Задержался в пробке на МКАДе И не успел проверить, можно ли пускать надпись на экране целиком И, соответственно, текст Димы Все, проверили Продолжаем Салли Имя первой девушки, уехавшей из Лондона на заработки в Россию У нее не было другого выхода после Брэкзита О том, как Великая Россия принимает трудовых мигрантов Из уже не очень Великой Британии В нашем следующем сюжете Ветер перемен поздувал налет чопорности и пафоса С английских политиков разных уровней Бориску на царстве в Англии не хочет видеть никто Что бывший мэр Лондона Борис Джонсон может предложить России? Когда-то я увидел Горбачева с картой Лондона на голове И понял, что хочу работать в Ставропольском крае И высаживать пшеницу, как у себя на голове Видите, посадил и прижилась А дальше пойдут рапс, топинамбур, подсливочник А я хочу работать трудовиком в обычной сыктывкарской школе Я же могу научить мальчиков и пиливать пилочкой для ногтей Такие штуки А я могу ездить по России и всем показывать, какую рыбу я поймала Понимаете, она же может быть и вот такая А может быть и вот такая Вот спросите меня, какая? Я вам скажу, вот такая Ну, в крайнем случае, вот такая Если не такая, то тогда уже такая Перемены в столице Великобритании происходят каждую секунду Вот смотрите, сейчас я Джек Лондон И вот уже сразу Александр Хабаров Англичане повально берут себе русские фамилии Еще вчера Бенедикт Камбербэтч Сегодня Фрунзик Маккерчан Надеюсь, моя новая русская фамилия Поможет мне, бывшему работнику какого-то там BBC Стать бибиситером в Хабаровске Так много Англии стало в последнее время в нашей жизни Что хочется поскорее это все запить Чем? Найдем А вот под какой славный русский тост За Исландию Впервые эти слова в 804 году произнес Всевлад Большое Гнездо На Перу у Мстислава Златоустрицы По случаю завоевания Пскунской Волости Некогда принадлежавшей Исландскому ярлу Рагнару Паркинсону Русичи и рекьявичичи Как много общего между нами Задумайтесь Две руки, две ноги, шлем Воздух одного и того же состава для дыхания И главное И у русских, и у исландских женщин Зубы растут из головы А не наоборот Какие еще аргументы нужны Чтобы вы все наконец поняли Что Эйяфьятлая Кудаль наш Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин